И не говори, особенно о которых в вышиванках. Сразу видно. Не, московиты это ваш статус на всю историю. А с чего ты взял, что я московит, например? Чисто коровный, я же по тебе вижу. Вот что ты по мне видишь? Ну потому что московит говорит, что все кто в вышиванках и какие-то там недоразвитые. Но прикол в том, что все в вышиванках славяне. А московиты как раз таки сидят в китайских футболках и даже не понимают, какой у них там костюм. Его просто не знают. Это у него форма, ты че? Ты не видишь? А, это твой национальный костюм. Да, там конь, да? Конь изображен, лошадь или жеребец. Это твой национальный костюм. Ну, можно так сказать. Да, вот это ваша характеристика. Вот все славяне в национальных костюмах, вышиванках, только московиты не знают, что у них там вообще, что у них за традиции даже, они уже забыли, кто они вообще есть такие. Нет, кстати, по поводу вышиванок, ну, у тех же самых белорусов у них, ну, другой знак, солярный опять же идет. В Украине, знаешь, сколько в Украине знаков вышиванок? В каждой области своя вышиванка, в каждой. Ну? А что уж про разные страны говорить. В Болгарии есть вышиванки, в Чехов, в Словенцев, всех славян. А вот спроси у московита, какой у него там народный национальный костюм. Что у вас там вообще? Не, самое интересное же были, не спорю. Не, были, а какую у вас? Вот я спрашиваю, какой у вас костюм? А я-то, видишь, я-то не московит, я-то хакас. Кто? Хакас. Хакас? Хорошо, без проблем. Какой у хакасов национальный костюм? А что без проблем-то? Без проблем. Какой национальный костюм у хакасов? Ты погугли. А, погугли, понял, не знаешь. А как на хакаске будет хлеб? Очень красивые. Подожди, подожди, как на хакаске будет хлеб? Хлеб? Но не полениться точно, ваше. Не, как будет? Прикинь, не знаю. А, ты даже хлеба не знаешь. Я за свободу даже спрашивать не буду. В смысле? В смысле не знаю, за свободу, за чью свободу? За вашу? Не, как на хакаске будет свобода? Я знаю из НР. Это что? Я поздоровался, прикинь. А, это типа добрый день или что? Из НР? Ты знаешь добрый день из хакасского языка. Достойный. Это результат... Не знаю, у нас диаспора украинская, которая живет веками где-то в Канаде, в Америке, в Австралии. Она знает лучше украинский язык, чем ты, который живешь в России с хакасом. Подожди, что ты сейчас сказал? Ваша диаспора... Лучше знает язык свой украинский, чем вы, который живете не за этот. В общем, не в другой стране. Вот смотри, я знаю русский язык, хотя живу в Москве. Так ты московит, пожалуйста. Ты не знаешь хакасского языка. Какой ты хакасец? Ты не знаешь национального костюма. Какой ты хакасец? А зачем я его должен сказать? Ты московит. Все, я поздравляю. А ты поиски знаешь хорошо? Какой польский? Я украинец дорогой. Не путай понятия. Украинский я знаю. Не, я, может, и дорогой, конечно, но... А ты чего румынский-то не знаешь? А, так это не мой язык. Твой хакасский язык. Твой хакасский язык. В смысле, ты живешь на территории бывшей Румынии. А-а-а-а... Почему ты их знаешь? Подожди, то есть Киев это территория бывшей Румынии? Я таких еще не встречал. Захватывает и Румынию. Румыния. Мы румынцы, я понял. Мы исконные румынцы. Понял. Смотри, а почему русские нападают на... Подожди, подожди. По-польски не разговаривай. Подожди, а почему русские нападают на румынские территории? Русские на румынские? Ну, ты сказал, что это исконно румынские территории. Почему это они на исконно румынские территории нападают? так нельзя на другие стороны нападать подожди подожди вот смотри когда например львов стал украинским куда хорошо без проблем давай значит мы откроем печатку 1316 года давай печатка грамоты князил андрея и льва второго 1316 год здесь изображен лев а лев это значит еб знак даниила романовича даниил романович это русский князь а руси то украина он всегда был украинский охренеть у тебя логика львов короче искрона украинская земля это чисто это город львов основал данил романович на честь своего сына льва данил романович это русский князь арусь это украина а чё там тогда хохлы то делают хохлы я не знаю что в твоей голове в голове делает хохлы есть украинцы а что делает хохлы в твоей голове я не понимаю так подожди расскажи мне как становилась украинская там кто страна откуда они взяли украинская страна какой я скажи пожалуйста какой вот подожди ты спросил давай я отвечу нет 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 это до этого до этого смотри какая какой подожди 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 вы коренной на рот или вы которой пришел коренной коренной слушай а ты как ты как хакасис ты не знаешь истории Украины вообще. Я это знаю. Так, слушай, я тебя спрошу, ты знаешь это, какой герб в Украине? Герб? Ты должен знать. Там какой-то немецкий, что ли? А, немецкий. Нет, там три зуба. А теперь я тебе показываю монету 10 века. Показываю тебе монету. Какая она красивая. Это Русь. Это монета Руси. А когда ее отпечатали? Год назад? Два года назад. Вот эту копию, копию отпечатали где-то полгода назад. А оригиналы сохраняются в вашем эрмитаже, московских музеях. Такие же монеты 10 века. Можешь загуглить серебряник Подожди, подожди. Серебряник Владимира Святославовича. Или серебряник Владимира Крестителя. Ой, что я сказал? Монеты. Монеты. Владимира Крестителя. То есть ты можешь спокойно посмотреть. Таких три зубов там миллион будет в ваших же музеях. Вот. Это как раз таки История Украины. Давай я загуглю. Давай. Без вопросов. Посмотрим. Давай. Так это, по-моему, был сокол, наверное. А, сокол. Ну, посмотришь. Серебряник Владимира Святославовича. Монета Владимира Князя. Ну, что-то сразу. Монета. Ах, это ленивые люди. Не могут набрать просто своими пальцами. Просто надо включать эти... А ты сейчас... Ты как, картавишь или что? Я не могу... Да, я исконно картавый человек. Ну, ладно. Потому что, или бы ты под евреев кусишь там, чтобы... А может, и при евреев, под поляков тоже, под румынов. Это же исконно румынские территории. То есть, я думал, ты украинец. Не. По твоей логике, по твоей логике, я живу на исконно румынско-польских территориях и кушу под еврея. Так что, я не спорить не буду. Ой, слушай, а он мне какие-то другие монеты выдаёт? А, ну, что там выдают? Ага, а то возле плеча Владимира, что там такое? На Аверсе. Ну. Что там? Ну, есть что-то такое. Ага, что-то такое. А ну, ещё погугли, ещё монетки такие поищи. Это просто первый образец. Это 988 год Чиканки. Нет, я первый отметаю. Я, знаешь, почему? Я ещё более-менее... О, скупка пусть будет. Что? Тут точно не будут. Что-что? Я что-то не понял, что ты говоришь. Короче, я... Давай, напиши. Сребряник Владимира, Эрмитаж. Эрмитаж. Я к тому, что, смотри. Вы в 91-м году взяли... Не, ты не подожди. Ты сказал, когда образовывалась украинская государственность. Я тебе говорю, посмотри монету Владимира в Эрмитаже, в вашем главном музее Петербурга. Посмотри. Ну, вот. Не сливайся. Что там есть? Что там есть? В идее не сливайся. А, вот возле плеча. Это тоже первый тип. Это образец 980-90-х годов. 980-х годов стоимость. Да, а теперь посмотри тысячные. Ну, тысяча пятнадцатый, тысяча двенадцатый, тысяча... Ну, вот такие годы, да, в общем. Так, а что ты мне хочешь этим доказать? Так, посмотри. Я же хочу, чтобы ты сам увидел своими глазками, что эта монета была в 10-11 веках. Ну, наверное. А, не наверное, точно. Нет, подожди. Уже увидел? Ты просто не хочешь показывать. Ты не хочешь показывать. Что это доказывает? Ты не хочешь показывать, да? Почему? Нет. Смотри, я вот... А, ну давай, покажи, покажи. Что ты на губе? Так, а что это доказывает? Нет, покажи, покажи. Ты нашел такую монету, как у меня? Ты опять мне тот же самый образец показываешь. 988-го года. Это первый тип, а я тебе... А это, видишь, это мне какие-то там, это, американцы... Нет, напиши второй тип. Напиши второй тип, или третий тип, или четвертый тип. Так, подожди, а к чему это? Ни к чему. Давай, напиши, 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 пожалуйста. Нет, так они все. Они же требуют, они же любят, ну так... Хей, йоу, не забывай подписаться на мой YouTube, Telegram, Instagram, а також по можливости підтримати мене на Patreon, або за реквизитами, что находится в описании под видео. Слава Украине. Ты мне объясни, пожалуйста, напиши. В 2001 году мы взяли. Ты увидел, ты увидел, понял, что ты попал, и ты не хочешь показывать. Ты показал мне... В чем я попал? Объясни теперь мне, в чем я попал. Ты показал мне один зватник, и два серебника первого типа, это 900... Ну, в общем, начальные серебники. А дальше идут серебники вот такого... Вот такого образца. Да, я тебе рассказываю, что украинская государственность это государственность Руси. Это по территории, по языку, ну, то есть география, этнос, язык, все сходится. Московия никакого отношения к этому не имеет. И монета этому хорошее подтверждение. Этот трезуб, кстати, еще есть, знаешь, где? На топоре, топор есть найденный в Черниговской области. Там тоже трезуб очень классный. 10-й, 11-й век. Ну, видно, что это княжий топор, потому что там, значит, вот это идет как топор сам железный, а на нем серебряная вот эта гравировка. Так что это княжий. Подожди, все, я понял тебя. Относился к Владимировичу. Смотри, сейчас берет Россия, печатает новые деньги. А, так Россия не умудрилась за тысячу лет не напечатать ни одного трезуба в своей... А почему так? Она же типа к Руси имеет отношение. Вот подождите. Не имеет. Смотри, сейчас Россия берет и печатает деньги... Не берет и не печатает. ...Римской империи. То есть в итоге что? Россия станет потомком Римской империи или как? Нет. Если она себя считает потомком Руси, то почему же она не чеканит трезуб ни на одной своей монете за тысячу лет? Тысячу лет. Ни одной монеты нету с трезубом. Смотри, есть двугавый орел, который мы видел у хана Узбека. Это тоже 14 век, который я за печатку говорю, льва. Это у хана Узбека, то есть золотая рода, был вот этот орелчик. Орелчик, да? Это была Византийская империя. Так а почему у хана Узбека эти монеты были еще в 1300 каких-то годах? Начало 14 века. У тебя все на 1300 заканчивается. Вот смотри... Кто заканчивается? Что заканчивается? Нет, я тебе временные границы сопоставляю. Когда у нас был трезуб, лев, так дальше. Все это сохраняется на этой территории уже. А в вашей территории нету никаких ни трезубов, ни левов. У вас есть какие-то орлы. Солярный знак солнца. Ты знаешь, как он выглядит? Конечно. Солярный знак солнца это древний знак, который во всех культурах есть. Причем, что ты мне его приносишь? То же самое Индии. Которые взяли нацисты и себе повесили. То есть в итоге-то что? Так в итоге что? Подожди, подожди. Подожди. У германцев, у германцев, значит, были вот эти солярные знаки, да? В 10 веке. Да, с германцами там вообще... Ага, с германцами. Я не знаю историю, я просто ляпнул что-нибудь. Я тебе говорю, что история идет постепенно. Смотри, стой, стой. Вот давай по носу свою это, ну... Вот у тебя получается, там, Владимир, опять же, да? Украинский, по-твоему, князь, да? Который печатает трезуб. Он русский князь, а Русь это... У него на нигах есть. Вы в 91-м году печатаете трезуб. Соответственно, вы потомки князя Владимира. Давай, давай, давай мы тебе... Не, подожди, подожди. Я понял, что ты сомневаешься. Подожди. Я понял, что ты сомневаешься. Есть свастика. Не, я понял твоё сомнение. Они берут её, то есть они в итоге-то кто? Я понял, это тупое сравнение. Подожди, у кого был трезуб? Скажи мне о культуре, у которой был трезуб. Вот такой, как знак. В Индии, в Китае. Где? Не было у них где трезуба. Трезуба? Ну, знаешь, это... А, знаешь. Так, слушай. Смотри, значит, ты хотел доказательства ещё, да? Давай доказательства ещё. Так, где тут, наверное, сейчас возьмёшь Посейдона в сапоге-нибудь? Ну, Посейдон это просто мифические персонажи. Смотри. Значит, церковно... Так, подожди. Ключевского. Подожди. Успокойся. Успокойся. Ты переслушал железняка. Не надо так. Слушай. Ключевский. Это тот, кто рассказывал за вот это Черное море и Древний Хукар. Это ваш псевдоисторик, можно так называть. Смотри. Наш? Тоже у вас? Не, он рассказывал о лекции по этому. Слушай, значит, Ключевский, Василий, знаешь такого? Чувачка. Это ваший русский историк, ординарный профессор Московского университета, заслуженный профессор, академик. Можешь погуглить, в общем. Возможно. Так, и вот у него есть лекция семнадцатая, в котором он говорит, значит, рассказывает за тот говор, который был в Древней Руси, Киевской Руси. И он пишет здесь следующее. Он очень много там рассказывает, как звуки вот эти были. И он делает, значит, следующий вывод. В иностранных словах при переходе их в русский язык неударяемые звуки А и С заменялись звуком О. То есть Торвард звучал, как Трувар, а Елена, как Олена. Киевская Русь сочетала гортанное К с твердым И, а зубное Ц или нёбное Ч с мягким И или мягкий знак. И она говорила Киев, а не Киев, как говорим мы. То есть Великоросы, это он за этих пишет. Вопреки правилам Древней Русской Фонетики, требовавшей, чтобы при встрече с Плютой-ту-ту-ту-ту-ту-ту, эта Древняя Фонетика сохранилась отчасти в наречии малоросов, это так в империи назвали украинцев, которые говорят наполянцы, козачи, мы Великоросы. Подожди, подожди, мы Великоросы, наопротив не сочетаем ци и чи. Этот человек жил во времена Ольги, во времена Владимира. Этот человек изучил кучу текстов, он русский историк, он профессор, он заслуженный профессор, он академик... Подожди, 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 он академик императорской Санкт-Петербургской... Это не гипотеза, это он изучает много всего, он тратит на эту всю свою жизнь, чтобы сделать один вывод, который ты скажешь, что это фейк. Не надо вот эту всю хрень втирать сейчас. Я не говорю о том, что фейк. Подожди, подожди, подожди. Один исторически доказанный какой-то, ну не знаю, момент, факт, да, вот. Что так говорили? Что так говорили? Есть. Смотри, значит, берешь... Теперь мне приводишь кучу чешского. Я к тому, что... Подожди, все-все-все, я понял. Ты с того периода, с того периода. Ты хочешь пример языка из времен Владимира, например, да, 10 века. Мы начинаем, короче, про деньги, заканчиваем про языки. Я к тому, что истории нет. Подожди, есть меч, есть меч Коваля, Людоты. Это 10 век, который изучил кирпичников, ваш известный археолог, который с Путиным там стоит рядом, фотка у него есть. И он изучил этот... И он изучил, изучил, значит, меч, на котором написано Коваля Людота. То есть Коваля, 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 это исконно украинское слово. Не белорусское Коваля, и тем более не московитское Кузнец. Это Коваля, украинское слово, слово с 10 века. Вот тебе подтвержденный факт. Ты сам себе противоречишь, то он русский, то он украинский. Так Русь, Русь и Руський, это архаическое украинский. Это одно и то же. Вы не имеете никакого отношения к Руси, к Руському и так дальше. Вы московиты. До 18 века, до 1721 года вы московиты. Всё, давай. А теперь мне расскажи тогда, всё-таки князья Рюрик был? Нет. Его братья? Нет, конечно. Откуда мы знаем про Рюрика? Кого? 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 Кого. Я тебе открываю летопись и не нахожу там никакого Рюриковича. То есть Владимир не пишет, что он Рюрикович. Святослав не пишет, что он Рюрикович. Даже Игорь. А Игорь Святослав и Игорь. Да, даже они не себя не идентифицируют так, потому что есть Иларион, слово по закону благодать, это 11 век. Я понимаю, в чём проблема. Да, проблема в том, что ты очень глупый. Как мы захватили Русь, ты очень глупый. Ты не учишь истории, пытаешься что-то выдать. Вот в чём проблема. А теперь-то наконец-то у нас, великий князь Владимир Владимирович, вашу украинскую погонь гонит с нашей русской земли. Ага, вот. Это типичная вата. Вот это так выглядит вата в моих комментариях. Под моими видео. То есть там просто очень всё туго. То есть человек не принимает, он не хочет принимать того, что Русь – это Украина. Руський – это Украинский. Русин – это Украинец. Это написано даже в вашем там алфавитном списке народов за 1895 год, где точно так и пишется, что это малоростность украинец. Это Русин. Это Русин. Это одно и то же. Всё это пишется. А Русин понятие дала ваша большая российская энциклопедия, где написано, что это человек, который жил ещё во времена Древней Руси. То есть он относится прямым таким образом. Никакой не то. То есть если почитать, что такое Русин, то это бытовало у жителей Древней Руси не позднее 16 века. В основном на украинских и белорусских землях также получило распространение формы меньшего числа Русин. То есть русская мова также звучит. Украинская мова. Ну, что смысл доказывать цей ватти шось? Нема смысла. Я это показываю на огляд у видео для вас, а не для этих ущербов. Давай. Земелька железобетона. Слава Украине. Слава Украине.